Меня зовут Жулькина Кира, я из 2-го Г-класса, школа номер 71. Тема моей работы – влияние в обходных условиях, на продолжительность рабочего дня пчелы и на количество собранного мягко. Недоносная пчела – одно из наиболее интересных насекомых. С дрань весны и до поздней осени эти насекомые занимаются сбором гектаров. Пчелы играют важную роль в углублении цветущих растений. Мой дедушка – опытный пчеловод, вместе с ним мы прочитали много книг по пчеловодству. Оказывается, пчелы полезны все, начиная от рик-продуктов, жизнедеятельности. И даже умершее пчелы не просто прах, а тоже лекарство для человека. Пчеловодство – очень интересное занятие, но, к сожалению, мои ровесники мало знают о происхождении меда. И даже не задумывались, насколько уникален мед. Все вышеперечисленное и обусловлено актуальность моей работы. Задача исследований – изучить литературу по заданной теме, провести наблюдение за пчелами на пасеку в разных погодах, выявить влияние погодных условий на продолжительность рабочего дня пчелы и на количество собранного меда. Объектом исследования стали пчелы на пасеке Астахова Александра Ивановича, располагаются в Макшанском районе, в селе Успенском. Гипотезы – неблагоприятные погодные условия влияют на работоспособность пчелы и следовательные на продолжительность рабочего дня пчелы. В процессе своего исследования мы использовали методы. После информации в литературе и интернете, сравнения, наблюдения, анализ и обобщения. После изучения литератур мы отправились на Пахин, где увидели много интересного. Дедушка мне рассказал, что рабочий день пчелы может начаться в 4 часов утра и закончиться в 11 часов вечера. Пчелы сзади делают от 3 до 26 боевых вылетов. Придолжительность одного вылета может составлять от нескольких минут до нескольких часов. Наблюдая за пчелами в разной погоде, мы заметили, что их активность не одинаковано. Четко реагируют на все изменения погод, пчелам помогают, и богатейший арсенал органов чувств. У них великолепный зрительный аппарат и исключительное обоняние. Факторы, от которых зависит летная деятельность пчел. Освещенность, температура окружающей среды, активность ветра. Самый главный фактор, который влияет на начало и завершение полета, это освещенность. В солнечный день, когда солнечная освещенность максимально в недоносных растениях обидно выделяется нектар. Также на наличие нектара влияет наличие плави. Следовательно, если есть роса, то в недоносных растениях также выделяется нектар. Наблюдение велось в мае и июнь. На этом была изучена суточная активность в чел. В суточном цикле измерения летной активности в чел выделена утренняя фаза ее подъема и вечерняя фаза ее понижения, что отразилось диаграмму. Результаты зафиксированы, показая, что наибольшая активность приходится в ясный день, в период максимальной освещенности, с 11 до 14 часов. Динамика наибольшей активности приходится на 12 часов дня. Все данные по погоде выфиксировали в дневник новый день, а потом перенесли в график. Сильный влияет налетно-активный свет. Если погода жаркая и ветвая, то есть горячая лежит, то в растениях в ней выделяется нектар, а пчелы прекращают свои полеты. В ней с сильным ветром пчелы снижают свои полеты. Особенно неблагоприятны для нектаровыделения северо- и северо-восточные ветра, южно- и юго-восточные суховей. В этом году, в мае-юнии наблюдался умеренный ветер с преимуществом направления юго-запад со скоростью до 7-8 метров в секунду. Когда температура воздуха поднимается до 30 градусов, то в растениях не выделяется нектар, а пчелы прекращают свои полеты. Начало массового лета в утренние часы зависит от температуры воздуха в утреннее время и в ночное. После теплой ночи лед начинается раньше, чем после холода, потому что пчелы привлекают нектар, накопившиеся в цветках за ночь. В жарке с часы дня лед пчелы совсем прекращается. Среднее значение температуры в июне днем плюс 26 градусов, а в ночи плюс 16 градусов. Среднее значение температуры в июне днем плюс 22 градуса, а в ночи плюс 12 градусов. Следовательно, в июне более предприятные условия для полета и выделения нектаров. Проведя исследование, изучив поведение пчел и материалов по выделению нектара растений, я убедилась, что гипотеза подтвердилась. Погода условия напрямую или косвенно влияют на перевес или увес нектара гулья. Ветер и леская снижение температуры, обидные дожди оказывают неблагоприятное воздействие для полета, пчел и выделения нектара растений. Самый лучший взяток наблюдался маловетренные и теплые дни в предшествующей ночной красоте со среднесуточной температурой от плюс 16 градусов до плюс 28 градусов. В процессе своего исследования я не только выяснила зависимость недосбора от погодных условий, но я приобрела практически на огне. Я работала с пчелами, научилась разжигать дома, получавшую в откачке меда. Самым главным для меня стало, что я не просто подошла к пчелам, но и поддержала довольно тяжелую рамку с сотнями пчелами. Спасибо за внимание!